Информационный центр, он находится за моей спиной, где по идее должна быть доступна любая информация о прошедших выборах. Сегодня целый день закрыт для журналистов. Лишь в 6 часов утра и в 6 часов вечера здесь подводили промежуточные итоги. Правда, как выяснилось совсем недавно, даже в 6 вечера в информационном центре не готовы подвести итоги воскресных выборов. Вадим Вячеславович не будет пока давать никаких комментариев до того, как состоит заседание комиссии. А во сколько будет заседание комиссии? Избирательная комиссия будет завтра в 10 часов. А почему сегодня не будет итогов никаких? Не могу предоставить вам эту информацию. А с чем это связано? Можно узнать вообще? Нам тоже же надо, правильно, людям что-то говорить? Да, я все понимаю, но в данный момент у нас нет данных. Требовать огласить итоги прошедших выборов сегодня пришли сторонники Компартии. Возле областной администрации не шумели, ждали тихо. Но к народу, который желает узнать, чем день 4 декабря кончился, так никто и не вышел. Для нас тоже загадка. Хотя мы ведем сейчас параллельные подсчеты, для нас уже картина ясна. Мы видим, что в Орле Компартия победила за значительным перевесом и лидирует в городе. По области разрыв всего лишь навсего в 7-8%. Я думаю, что проблемы, связанные с выборами в Государственную Думу, с процентом, который необходимо набрать, было Единой России, которую они, к сожалению, не набрали. Не говорят о количестве нарушений, ни о явке, ни уж тем более о результатах. Эти выборы тоже были грязными, уверены представители оппозиции. Кандидатов депутаты от КПРФ Павлан Цифрова побили прямо на избирательном участке. Результат политической борьбы, что называется, налицом. Из Брянска были заряжены три автобуса с молодыми людьми, которые пытались на всех участках нашего округа проголосовать без паспортов. Мы зашли на участок, сделали замечание, спросили, поинтересовались, почему вы находитесь на участке. В ответ получили удар в лицо. Предварительные итоги выборов на сайте Орловского избиркома появились лишь во второй половине дня. Явка составила практически 64%. Пока предварительная картина по выборам в облсовет такова. У Единой России чуть более 40,5%. У КПРФ 32,42%, у ЛДПР 13,28%. Справедливая Россия немного не дотянула до 10%. В областной совет прошли 31 кандидат от Единой России, 14 коммунистов, 3 ЛДПРовца и 2 справедливого Роса. И, как сообщает агентство Оберег, худшие показатели у Единой России по Черноземью в Орловской области. Татьяна Суворова, Денис Еременко для программы Оперативный эфир.